Всем привет! И да, сегодня будем говорить об одном гнездышке шершня. Давно я не видел такое гнездышко. Что меня удивило в этой операции, это конфигурация гнезда. Вы увидите, это очень интересно. Вообще-то я думал, что все с гнездами на земле закончено. А вот и нет. Вуаля! Итак, пошли. Задаюсь вопросом, как здесь никого еще не покусали. Видите эти маленькие кустики? Оно там. Итак, что происходит в одном маленьком кустике? Там много что происходит. Ну вот этот, видите кустик? Он подстрижен. И этот тоже. И вот сейчас вы ничего не видите. Видите вот этот чубчик? К счастью, хозяева не подстригли этот чубчик. Вот тут залетает справа, слева, повсюду, короче говоря. Это неплохое гнездышко. Да, меня сегодня уже укусили. Посмотрите, где они. Вон, гнездо вон там, в конце. И это настоящая бомба. Ничего не замечаете, хотя насекомые залетают и вылетают. Потому что вы, как таково, не обращаете внимания на насекомых. Потому что вы не смотрите мои видео и не знаете, что с вами может случиться. Ну и конечно вас укусит. Вот гнездо. Вот, вот здесь. Вот. И гнездо хорошего размера, как обычное гнездо на дереве. Но это гнездо, как говорится, вульгарно, гнездо-ступник. Я взял с собой мое любимое оружие, но я его использовать в данной ситуации не буду, потому что я знаю, что они нападут меня раньше, чем я его использую. Так, положим пока ружичко сюда. Так, давай, стёгивайся. Не хочет. Ну посмотрите на это гнездо. Шершни ведут себя спокойно, потому что сейчас они отгрызают листья, чтобы открыть свое гнездо для легкого вылета. Посмотрите, как они работают. Ну посмотрите на него. Какое красивое насекомое. Посмотрите, как природа прекрасна. Они полностью проигнорировали мое присутствие. Вот посмотрите на этого. Они просто-напросто освобождают себе взлётно-посадочную полосу. Вкалывают так, как будто ничего не происходит. Нет, всё-таки это замечательные насекомые. Даже не представляете себе, для какой степени, но замечательные. Ну вот, маленький кустик, маленькая взлётная полоса. И, конечно, большая-большая проблема. И что мы будем сейчас делать? А я сейчас начну подстригать куст. И посмотрим, что со мной случится. Телефон положу на траву. И посмотрим продолжение. Итак, сделаем вид, как будто мы ничего не знаем. Оп! Оп! И пошли дальше. Я обучаюсь новой профессии. Ну и вот так вот вы ничего не замечаете. Вы уверены в себе. Садовники, я прошу вас надо мной не смеяться, потому что это не мой домен. И вот, ничего не происходит. Мы ничего не видим. А нет, посмотрите. Одним залпом. Ну и вот, меня уже укусили где-то раз десять. Они все вылетели в мою хлеборезку. Одним разом. Но вы знаете, когда я в перчатках, то что-то может произойти. Но сделаем вид, как будто вы не заметили десять шершней, которые кружат вокруг вас. И вы продолжаете подстригать. Я вам гарантирую, что соседний куст вы не успеете подстричь. То, что сейчас происходит, это настоящая атака. И это большая атака. А если у вас электрическая пила, то вы вообще ничего не услышите. Что вы сейчас видите, это совершенная конфигурация, чтобы вас просто-напросто сожрали. Поэтому всегда смотрите и проверяйте, чтобы не было насекомого, который влетает и вылетает. Вот, хозяйка находится вон там, и она сейчас точно говорит «Вау! Представьте себе всех этих шершней, которые вокруг меня, и они меня укусят». А этот даже хочет зарезать внутрь. Стекло на маске у меня заполнено ядом, и только что меня еще и пчела укусила перед работой. А это моя каждодневная работа. В принципе, хорошо, что никого не покусали. Как-никак здесь пару тысяч шершней. И принимая во внимание, что каждый шершень может укусить 10 раз, вы можете представить, что это может дать. Так, замочим гнездо. Что тут уже разговаривать? Посмотрите на все это. Я это вижу в своей тени. Они кружатся, как сумасшедшие над моей головой. Итак, давайте обработаем гнездо. И это, в принципе, не такое уж и большое гнездо. Хотя, все это относительно. О, гнездышко твердоватое. Я даже не смог пробить его с этой стороны. А, вот теперь все. Гнездо обработано. И как вы видите, это большая-большая атака. И это одна из атак на меня 2020 года. Посмотрите на асфальт. Я не знаю, что вокруг меня происходит. Видите мою тень? И что вокруг нее? Вот теперь я знаю, что находится на мне. Ну, теперь можно и отойти от гнездышка. Пойду-ка я немножко прогуляюсь. А, шершни будут меня преследовать. Надеюсь, не будут здесь прохожих. Хотя я нахожусь в деревне. Но, может, кто-нибудь вдруг, не дай бог, пройдет рядом. А, шершни меня продолжают преследовать. Они рады меня видеть. Я не знаю, хорошо ли вы меня слышите? Я наушники включил. Сейчас я их отключу. Ну, теперь посмотрим, что там в кусте происходит. Будьте всегда осторожны с такими вещами. Они нападают на все, что шевелится. Ну, посмотрите вот на эту хорошую, большую, большую атаку. Ну, что тут еще добавить? Если, не дай бог, вы попадете под такую атаку, то бесполезно уже идти к какому-нибудь врачу. В этом случае надо уже вызывать скорую помощь. Но это потом уже их проблема будет, как вас лечить. Ну и не забывайте, что яд нейтрализуется под температурой 50 градусов. Я сейчас смотрю на эту хозяйку. Я уверен, что она говорит вау-вау. Ну и все, заканчиваем. А, вы хотите посмотреть, что находится в гнезде? Пойдемте, я все-таки покажу, что находится. Гнездо уже обработано и все. Хозяйка вообще-то думала, что это маленькое гнездо. Гнездо довольно-таки уважительной формы, больше, чем мяч баскетбола, которое построено в ветвях. И это ситуация драматическая. Поэтому, когда говорят, ой, гнезда-спутники, это все ерунда, не ерунда. Когда вас покусают, вам мало не покажется. Гнездо сейчас белого цвета потому, что я его обработал. Сейчас я вытащу одну галетку. Я балдею просто, когда ковыряю с пальцами в гнездах. Сейчас посмотрим, что там находится. Посмотрим, в каком состоянии находятся яйца. Ну и вот, посмотрите вот на это. Ячейки готовые, которые вылупятся, личинки, куколки. И хочу вам напомнить еще раз, будьте осторожны. Часто, очень часто бывают несчастные случаи из-за гнезд, которые находятся на земле. И вы видели, размер рабочего шершня довольно-таки уважительной формы. И вот такие вот атаки, это очень большие атаки. Будьте бдительны перед тем, как обстригать кусты. Смотрите, есть ли там прилет и вылет насекомого. Если что, отложите работу на более поздний срок. Если вдруг в кусте будет такое гнездо такого размера, то бросьте эту работу. Позвоните в специальную службу. На этом заканчиваю. Бай-бай, до следующего номера. Я, в принципе, работаю над звуком. Я очень много работаю с моими телефонами и стабилизатором. Я хотел бы знать, есть ли микрофоны, которые работают на Bluetooth. Но я не нашел его по интернету. Бай-бай и до следующего номера. Надеюсь, мои видео вам полезны. Ладно, все. До скорого. Бай-бай. О, я думаю, что хозяйка уже упала в обморок за паникой. До следующего номера. Чао-чао. 5 часов. 2 часов. 5 часов. 6 часов. 2 часов.